Дорогие друзья, как вы знаете, меня зовут Олег Алабгудвин. Я великий популяризатор массажных технологий и всех остальных технологий и практик по работе с телом человека. И сегодня мы вскроем несколько секретиков, несколько таких ноу-хау или лайфхаков, сейчас удобно модно говорить, да, такое слово, для домашних условий. Мы их насчитали пять, ловите сразу пять лайфхаков. И я вам представляю великого специалиста, просто великолепный мастер. Это Андрей Стринёв. Привет, Андрей. Он мастер по обертыванию, массажам, иммунальной терапии. Перечислять в легалии очень много можно. Там столько диплома и сертификатов, что я даже в них теряюсь. Но я думаю, он сам коротко пояснит на себе, да? Ну, вкратце. Да, коротко. Так, ну, вкратце, как бы мастер по обертыванию, как мне уже представили. Долгое время занимаюсь ими. На многие обертывания обучался. Да, много сертификатов. Обертывания Италии, Испания, Австрия, Российские. Много как бы работал, много знаю, много обучался. И охота немножко так открыть небольшие секреты для наших женщин тоже. Как бы идут в салоны, платят большие деньги. Иногда зря платят большие деньги, переплачивают. Потому что мастеров по обертыванию на самом деле очень мало по коллекции фигуры. Только в натоящее время начинают так обучать хорошо. И придя в салон, вы платите непонятно за что. Не получаете эффект желаемый. Уходите, ругаете обертывания, ругаете все эти средства, которые продаются вам в салонах. На самом деле просто что-то не доделывают, что-то не переделывают, что-то неправильно делают. Поэтому можем открыть домашних условиях, чтобы не платить, скажем, какие-то тысячи за одну услугу. Безвращение. А заплатить какие-то копейки и получить тот же самый эффект. На сегодняшний день самый известный липолитик – это кофеин. Так, смотрите, это первое. Это первое. Первое наше секрете. Да, 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 да. Я еще добавлю просто, что Андрей, поскольку знает столько много всего про обертывание, то он мастерски может выбрать именно то, что плохо работает, слабо откинуть, а то, что наиболее эффективно взять. Где? Остальные компоненты, биологические компоненты. Значит, первое – это с кофеином. Это с кофеином. То есть мы, вот если взять полный комплект, вы заходите в аптеку, берете кофеин, ну, какие-то там рублей 25-30. Целая вам в упаковках стоит. Можно взять марокканскую глину, можно взять любую глину, где написано для похудения, но лучше марокканскую. Это самая идеальная глина, которая восстанавливает эластичность, упорваясь кожи, хорошо борется с жировой тканью, расщепляет ее. И вообще эффект потрясающий. Она такой, делается в виде масла, на тело накладываете, изумительное ощущение. Женщины только иногда из-за этого приходили на массаж, чтобы вот эту глину на них накрыли. Эта глина, она как порошочек такой. Она как, это, это на самом деле, ну как, это вулканическая, вулканическая как бы, это лава застывшая, то есть это пепел, пепел вулканический. Да, очень хорошо чистит кожу, вычищает от всяких вот этих наших точек, всяких в теле остается, грязь, которую вы идете, скрабируете с лица, чистите, отдаете большие деньги, за то, чтобы вам-то сделать чистку лица. Хотя, запомните, чистку лица можно делать раз в полгода. То, что вам говорят, приходите каждые 2-3 недели, с вас просто делают большие деньги. На самом деле, вы снимаете защиту кожи, роговичный слой, и вы подвержены просто внешним влиянием среды. Жара, холод, вы нарушаете, ну да, нарушаете просто структуру своего кожного покрова, а потом ходите думать, почему краснота, почему какие-то угри, почему-то сыпь какая-то начинается. Идете опять к мастерам, да, по лицу, вам опять чистят, чистят, опять деньги с вас чистят, и только получают, и чистят с вас деньги, как с рыбочешую. Поэтому купите марокканскую глину, купите кофеин. Кофеин на сегодня, если вы, вот кто-то занимался, может, покупал липолитики, прокалывал, чтобы похудеть, если вы будете покупать липолитик на основе кофеина, вы отдадите за ампулу полторы-две тысячи. В аптеке вы за упаковку рублей 30 отдадите. То есть вы еще и экономите? Экономите на много, не то, что на половину, ладно, вообще много половин. И всех на политике набираем кофеин. Да, берете кофеин, берете эту глину, делаете такую однородную массу. То есть втрываем ампулу, выливаем. Да, да, да. Можно взять концентрат еще ананаса, очень хорошо дренаж это выводит в воду, и концентрат можно взять какой-нибудь горький апельсин. Так, это что, эфирное масло или что это? Да, можно масло горького апельсина взять и ананаса. Ананас хорошо дренаж это выводит в воду. Горький апельсин тоже очень хорошо расщепляет жировую ткань, борется с жировой клеткой. И вот это все вместе вы перемешаете, сделаете подробную массу. Подробную массу надо добавить? Можно чуть-чуть водички. Да, да, да. Ну, в принципе, этих эфирных масел может хватить. То есть такая сметанообразная, да, получается? Ну, скажем, грязь. Ну, скажем, такая, такая. Вот, и наносите на себя. Под пеленочку на 40 минут идеальное антицеллюлитное обертывание. За какие-то там, может быть, я не знаю, разуглее за 200. Вам обойдется максимум. Если вы возьмете масло ананаса, масло горького апельсина. Или масло грейпфрукта. Если нет горького апельсина, возьмите масло грейпфрукта. Это очень хорошее средство, которое тоже также вырабатывает эластин, коллаген в тканях кожи. Подтягивает кожу, выводит в воду. Это вот масло, кстати, грейпфрукта. Это просто такая панацея. Тоже об этом мало кто говорит. Вот это делаете, как бы такую однородную массу. Наносите на тело под пеленочку на 40 минут. Идеальное средство. Кофеин впитывается в ткань, расщепляет жировую ткань. Также масло ананаса идеально. Тоже все это впитывается, проходит. Жировая капсула кофеина просто лопает. Да, да, да. Поэтому за эти копейки вы можете делать идеальное обертывание. Аналог тех, что с вас берут тысячу за обертывание, а вы сделали за 100 рублей. Хорошо, технология немножко поподробнее. Обмазываем что? Если это антицилитный метод, то мы обмазываем что? Живот, бедра. Локально ноги, живот. Попородок можно, да? Не надо. Женщинам не надо, потому что как бы с той стороны. Руки, живот, бедра, баски, традиции. Поскольку это пачкается под пеленочку, что это значит? Чтобы не испачкаться все остальное, что надо? Клеенка может поставить? Клеенка. Есть такие просто неопятые. А это как клеенка. Большая клеенка 2 на 60 она. Так, мы лево ложимся. Да, и завернуть. А, это же? Это же крючка завернулись. Сверху одеяльца. Да, если термоодеяло есть дома, не надо термоодеяло. Не надо. Термоодеяло нарушит структуру этого масла. Потому что, скажем, масло где-то теряет свои свойства, ну, плюс, скажем, там, 40 градусов, да? Термоодеяло включаем, у вас перегревает, у вас и так 36, да, температура тела. Еще термоодеяло градусов 40, даст, как в сауне. Просто масло потеряет свои свойства. И оно не пройдет в кожу. Оно у вас уже запечется на коже. Вам надо, чтобы оно через потовые сальные железы прошло внутрь, на эти 12-15 миллиметров, где находится жировая ткань. Чтобы и наступило разрушение жировой ткани. Поэтому не перегревайте это средство. Иначе оно просто прилипнет, запечется на коже, как его пирог. И все, и толку от этого не будет. То есть, надо же просто клеенкой это завернуться и одеяльчим. Обычный плед. И сколько? Минут 40, да? Минут 40, не больше. Не думайте. Обычные женщины, как думают. Чем больше, тем лучше. Запомните. Где-то на 15-й минуте начинается разрушение жировой ткани. Начинают выходить токсины с организма. Даже вы их не видите. Вы думаете, там вода? Нет. Токсины они невидимые. Как газ они выходят через пору у вас наружу. А завтра ткань еще будет? Ну, может быть, конечно. Заживками. Да. И где-то на 50-й обычной минуте. Организм прекращает выводить из себя токсикацию, подкожную воду наружу. То, что под пленочкой остается в виде капелек. Начинает прекращать выводить и начинает обратно поглощать. То есть, если вы минут через 40-50 не снимете все, то, что вышло, все токсичные пары из вас, они начнут обраться. Да, и они забьют ваши поры. Сальные, потовые железы забьются. Кожа перестанет дышать. И еще будет хуже тогда. То есть, весь метаболизм остановится в тканях кожи, если она будет забита. Еще и лимфостаз получится. Поэтому не надо думать, что чем больше, тем лучше. Нет такого понятия в обертывании. Так, все правила записали. Если хотите, мы вам эти рецепты напишем письменно. Тут внизу будет под видео, да, как это сделать. Так, это был номер один. Номер один. Номер два. У кого свой дом? Дом два. Кто-то живет в пригороде. Обычная женщина говорит, а как можно вообще не тратить деньги, но сделать такое, какое-нибудь хорошее обертывание? Хорошее обертывание, ну, как бы, я вам скажу, это криво обертывание. Криво обертывание хорошо разрушает ткань, выводит в воду, стимулирует выход жидкости с организма, подтягивает кожу хорошо. Ну, это в зимних условиях, скажем так. Можно сделать. Можно, да. Зашли к себе в саунку, напарились хорошо. Вот уже такой термоэффект. Разрушение, перегрев жировой ткани. Это же кривое охлаждение? Нет, в начале термо. Мы перегреваемся, да. Секрет такой еще. Смотрите, жировая ткань, когда вам делают массаж, и говорят, жир выходит. Куда он выходит? Жир вначале надо, чтобы ее разрушить надо, чтобы нарушить ее структуру. Структура жировой ткани нарушается в жировой клетке. В том случае, если мы не перегреваем или переохлаждаем, тогда жировую клеточку покидают жирные кислоты, она опустошается, перегревается и просто как икринка лопается. И достать яммяк образует такую жидкость неприятную у вас. То есть, должны такие перепады достаточно большие быть? Желательно. 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 Вот. И поэтому зашли в салонку, попарились. Вот такой термоэффект. Перегревайте жировую ткань, ее начинают покидать жирные кислоты, и она начинает разрушаться. Вроде как бы вот пошло разрушение, тут же вы выходите на улицу, в снежок. Криво обертывание тут получается. Минусовой температурой. Чтобы мазаться снегом побольше, да? Ну, просто вот как любители русского снега после бани или в прорубь прыгнули, и идеальное разрушение жировой ткани. Или в прорубь. В прорубь, да. Просто понаблюдайте, кто занимается плаванием зимой и моржи. Кто долго занимается моржеванием, найдите хоть одного вот с таким животом. Все вот такие худенькие, все стройненькие. Может быть, немножко несчастные от того, чтобы холодной водой лезут. Ну, все нормально. Вот принцип такой же. Если даже в холодной воде не выдержишь там больше 40 секунд или минуты. Ну, а много не надо. Просто стресс. Стресс для тканей. Да, да, да. Тут перегрев, тут резкий минус, и все. Сейчас в последнее время тоже стало модно. Такая у нас криокамера. Заходят на несколько секунд, подают в минус там. Да, 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 да. Люди идут, платят большие деньги за то, чтобы попасть в криокамеру. Каждые полгода на зиме вам криокамера. Пожалуйста, зашли впрое. Вот вам в криокамеру. Если у кого-то там на даче, да? Практически все же самые условия, да? Ну, не у вас на даче так к знакомым. Ну, это для тех, кому свой дом. Кто-то на природе где-то живет там. Ну, если есть общественная баня, здесь вот это будет. А если нет, например, выхода на улицу, под холодную душ просто встать. Можно. Можно под резкий, да. Ну, вышли из сауны. И резко под ледяной душ встали. То есть, самое главное – перепад температур. Да? Минус плюс. Разрушить жировую ткань. Очень простой и отличный ресторг. Вы запомните, что жировая ткань – это такой враг, который живет внутри вас. Такой чужой, с которым надо бороться. Он очень хитрый, разумный. Привыкает к определенным вещам, да. Поэтому надо с ним бороться. Объединяйтесь в борьбе не за него, а против него, да. Так, это пункт был два. Отличный рецепт. И сейчас пункт номер три. Так, пунктом три мы вам расскажем. Про МИОТ расскажем. Последнее время тоже многие говорят, что приходите на медовый массаж и придумали почему-то, что это антицеллюлитный массаж. Медовое обертывание еще бывает. Медовое обертывание бывает, да. Ну, просто как мы сейчас и говорили, основные принципы разрушения жировой ткани. Ускорить метаболизм, гидролиз жиров. Ну, медовый, как бы, массаж, он, да, ускоряет гидролиз жиров, ускоряет метаболизм. Путем чего? Путем того, что мы просто-напросто очищаем поры кожи, проникновение кислорода улучшается в тканях, кровообращение улучшается. Это хорошо. Это уже механическое воздействие? Да, механическое воздействие. Ну, как бы, как такого прямого антицеллюлитного воздействия нету. Вот есть помощь в улучшении протекания крови в тканях. То есть, получается, опосреданно за счет увеличения метаболизма? Да. Ну, запускается метаболизм, улучшается. Ну, как бы, такого прям прям прямого антицеллюлитного средства нету. Ну, я обычно чувствую, что кожа чистится. Кожа чистится. Кожа чистится. Да, да, да. Очищаем, 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 просто запускаем в тканях хорошее кровообращение. Все. Улучшаем нашу кожу. Выработка властина, коллагена улучшаем путем поступления кислорода и крови нашей ткани. Клев несет полезные элементы, питательные элементы. То есть, организм сам начинает устанавливать себя. Все правильно. Все правильно, да. Ну и плюс пилинг, наверное, это еще. Да, вот пилинг тут лучше. Точно лучше. Медом, да. Убираем старый, старый роговикший слой. А пилинг же надо же абразивными веществами воскрести или нет? Так же прилипает, так же ухуд. Конечно, конечно. Всего добавить кофе для него добавить. Ну, можно добавить солевой скраб хорошо, кофейный скраб хорошо. Ну, кофейный скраб хорошо в том случае, если дома есть хорошая кофемашина, дорогая. Угу. Объясню почему. Потому что, если дорогая кофемашина, хорошая, вот эти остатки, когда вы кофе завариваете, они мягкие, они маленькие. Купицы очень мелкие, такие абразивные, которые не повредят вашу коже. Когда просто у вас какая-нибудь, ну, простая машинка для себя, посмотрите остатки. Большие, крупные частички зерна кофе. И неровная поверхность, заостренная. То есть можно увлечься и повредить наоборот кожу, повредить роговой слой. Это я не советую. А я думал, наоборот, чем больше жесткости, тем лучше, как бы стирать. Лучше мы можем повредить нашу кожу. Да? Конечно. То есть покупайте дорогостоящие кафе. Филик должен быть мягкий и полезный. Гранулки, частички должны быть абразивные. То есть со всех сторон точные, закругленные. Тогда будет хорошо. Ну, если есть у вас, ну, возьмите масло побольше, или с маслом. А, ну, там, можно с маслом спешать. Да, 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 чтобы смягчать. Так, это получается у нас третий способ. Для чего? Для тургора кожи, для выключения эластичности, коллагена. Ну, пускай метаболизм. Да? И в качестве аниссалютного, да, средства все-таки, или нет? Частично, да. Улучшив метаболизм, гидролизм немножечко, да. Как бы у нас гидролизм жиров ускоряется. Деление жировой ткани тоже ускоряется. И она, как бы, тоже продукта распада жировой ткани покидает организм быстрее. Ну, не такой прям, как вас говорят, придите и вы похудеете. То есть просто регулятор. Придят просто регулятор, да, регулятор, запускаем метаболизм. Улучшаем работу. Отличный способ. Записывайте его, между прочим. Это за... Он же привозен, ну, вообще все наши способы для мужчин и для женщин. Это абсолютно. Так что не теряйтесь, записывайтесь. И не отключайтесь, потому что сейчас мы скажем секрет ноу-хау номер 4. Андрей, жги давай. Так, что у нас будет, мы поминаем. Сейчас много у нас у нас было. Так, кофе им говорили. Кофе им говорили. В бане говорили. Самый дешевый, бесплатный метод, когда в дом есть медовый массаж. А, про тестостерон давай скажем. Про тестостерон. Это только для мужчин, наверное, да? Ну, да. Для наших вот мужчин. А, получается больше для мужчин? Для мужчин, да. Да, у нас многие мужчины как бы уже после сорока метаболизм остановился. Тестостерон выработка остановился. У многих после тридцати это происходит, да? Пивные животики. Да, да. Начинаем мы как бы толстеть. Жировая ткань у нас разрастается. И в итоге мы идем в спортзал. В спортзале мы себя мучаем, получаем травмы. Потом приходим к мануалу поправить ваши позвонки. Это, конечно, хорошо. Приходите. Не против. Вот. Но причина так и остается. Вы так и ходите. Вы можете бить и все равно вот такие нарастить. А животы остаются, да? Я качков много. Проблема, да. Проблема. Проблема. Вроде пресс есть, но у живот. Вот такой. Обычный мужчина, который ходит для себя. Вот он пытается похудеть, не получает. Вот такие руки уже. А живот все равно уходит в спортзал, уходит в спортзал. Он начинает бегать. А с большим весом бегать вообще как бы не рекомендуется. Это я вам объясняю то, что ударная нагрузка начинает начиная со стопы, заканчивая коленом, суставом выше, выше, выше. И мы повреждаем вообще хрящевидную ткань, повреждаем позвонок. С вашим лишним весом. Компрессионные получается удары. Да, компрессионные удары. Вот они с каждым разом все хуже и хуже. Вы вроде ходите, а вам все хуже и хуже с каждым разом. Почему-то врачи не говорят мужчинам, что вам надо употреблять тестостерон. Когда говоришь, что мужчине употребляют тестостерон, у него сразу какой-то страх. Не так о нем думают. Никто не думает о вашей половой сфере. Понимаете? Не такое еда. Мы говорим о другом. С возрастом, выработкой после 27 лет тестостерона очень сильно начинает падать. Особенно с нашим образом жизни, с нашим питанием, вот этим съедящим образом жизни. Это же гормон не повредит. Наоборот. Это наш гормональный фон, когда мы цветем, да? Когда молодые парни, они цветут, как говорится, пахнут, у них энергии не знает куда деть. Гормональный фон на уровне все стабильное. То есть это не замена нашего фона? Нет. Мы поднимем вырубки, мы поднимем вырубки. Мы поможем в гормональном уровне организме. Это еще лучше даже получается. И когда вы поднимете уровень тестостерона тогда увидите, как мы начнете худеть. Как у вас начнёт расщепляться жировая ткань и выходить из вас. А его что, его какого-то животного надо прям так? Да сейчас, пожалуйста, пилю их продаётся, в таблетках. Ну, БАДы, обычные БАДы, вот оно и есть. А, как БАД. То есть его можно вообще регулярно употреблять? Регулярно. До конца жизни, да? До 70-ти лет. Вот по поводу, на постоянной основе вообще ты надо. Надо? Потому что с возрастом надо поддерживать уровень. Давайте будем честно говорить. Наши женщины, когда идут в женскую консультацию, все проблемы чем решаются? Им прописывают гормональные препараты для женщины. Они все на этом сидят. После 30-ти лет они все что-то употребляют. После 40-ти тем более. Только зашла в поликлинику и сразу гормональные выписывают. А, вот в чём дело. А мужчины-то не ходят. А мужчины, да не то, что не ходят. Мужчины не знают. Им это не говорят. Никто не говорят. Как я уже тут ранее рассказывал. В кабаке, конечно, кто им это расскажет. Ну, пивкость и остальное, да. Когда-то старый журнал, сейчас он, конечно, новый. Но в конце 80-х. Здоровый. Флекс. А, Флекс. Флекс, да. Про культуристов, всё. То есть это не голословно, чтобы люди могли проверить, почитать. В Америке существовало такое понятие. Существует тетестероновая аллея. То есть любой мужчина может зайти в аптеку, купить не перцовый пластырь, а тетестероновый пластырь. Оторвать кусочек, влепить на себя и почувствовать себя идеально. Гормональный фон поднимается. То есть через кожу впитывается, да? Через кожу. Может таблетка, может пластырь. Ну, не знаю, у нас есть или нет. Вроде, я не так давно смотрел затутные поступления из таких вещей у нас в аптеках. Ну, очень дорогие, как бы через... Ну, либо через какие-то фильмы, наверное. Да, да. Вот. И то есть там любой человек, пожалуйста, он себя чувствует уставший, разбитый. Гормональный фон упал. Ну, к концу недели, как у нас. В пятницу мы устали, мы пошли пить пиво, кушать чипсы. А что же делать, как похудеть, да? Ну, займитесь немножко тетестероном. Немножко поднимите гормональный фон. Он сам. Заставьте разрушение жировой ткани происходить в вашем организме и вывод ее, чтобы организм боролся. Как у вас только растет жировая ткань в организме, у вас уменьшает выработку тетестерона. Жир глушит выработку тетестерона в мужчин. Это пагубно. И вы потом идете не к своей жене, а идете в пивную. А в этом случае сначала на тестостеронную аллею, а потом на аллею красных фонарей. А потом к наугу? Да. Не, я просто понял, почему называется аллея тестостерона? Ну, почему так назвали? Почему-то вот такую тестостеронную аллею было название? Это много магазинов, что ли? Ну, скорее всего, да. Скорее всего, сеть какая-то. Ну, поэтому, я считаю, это нормальный человек. Человек пришел, пожалуйста, он раз. То есть, получается, мы вообще упрощаем себе жизнь, чтобы сжигать жиры. А, вообще, прием тестостерона же надо физически нагружаться, да? Он больше будет действовать. Сам тестостерон будет бороться с жировой тканью. Да? То есть, еще проще. Да. За вас и решает тестостерон. Сам тестостерон поднимет ваш гормональный уровень и приведет ваш организм в порядок. Тут не обязательно управлять тестостерон и бегать, бегать, но вы сами захотите бегать, потому что вы подсчитываете тонус прилива жизненных сил, и вы сами пойдете в спортзал и уже с пользой. Отличная идея. Я пойду использовать. Не мучить себя, а заниматься с удовольствием. Спасибо тебе, слушай, побежал за тестостероном. А, подожди, мы же забыли это. Это было пункт 4, теперь пункт номер 5. 5. 5. Так, давай, обещали 5. Должны 5 ноу-хау сказать. 5 ноу-хау. Что мы выдадим пятым методом в помощь для наших женщин? Ну, для кожи в основном, да. Да, вот этот замен обертывание может быть. Для омоложения, для тонуса, для подтяжки. Какой? Подтяжки. Для подтяжки лица, для тонуса. Сейчас вот я рекламу в других фирмах буду давать. На чем остановиться, чтобы подсказать еще людям. Не, вообще нужность рекламу в фильме какой-то. Ну, просто упомянуть. Ну, мы прямой рекламы не даем, это просто как было. Да, да, да. В качестве секретов, да? В качестве секретов. Да, да, да. На сегодня есть такое понятие карбоксотерапия. Как бы женщины боятся, потому что это инъекционная, они все любят инъекции. А карбоксотерапия она без инъекции. То есть, это такие просто-напросто маски на лицо. Которые улучшают выработку кислорода в ткани, кровообращение. И вы получаете свое обратное умоложение из своей кожи. Подтяжку лица. То есть, это крем такой, да, получается? Да, да. Это состав из трех. Вот. Стоит недорого. Наше российское производство. Фирма Аравия. Такая не может быть реклама, но на самом деле. Еще проще. Мы вернемся дальше. Вернемся к кофеину еще немножко. Так же для вашего тела. Вот, например, животики у вас, да. Тут мелкие стрессы возрастом образуются. Морщиночки туда. Как их убрать? Мы ходим как бы на массаж себя мучаем. Некоторые боятся, да. Потому что они все хорошо массаж делают. Вон там болевой эффект синьки. На весь животик куда не выйти. Есть такие у нас мезотропии, мезовалики. Да, с иголочками, но ничего страшного. Можно купить какой-нибудь ледокаринчик. Обманывать животик. Пройти валиком. Опять сверху просто-напросто кофеинчик наносим. Он проходит внутрь. И обеспечивает вам подтяжку, автоматическую подтяжку кожи. Подожди. Ледокарин, навыкаин тоже может, да? Ледокарин без боли? Потому что ледокарин с иголочками. Во всех аптеках мезовалики, пожалуйста. А, мезо. Там болгая, подыграющая кожу. Да. Так получается. На разные глубины. Животка ничего побольше. Да. Поэтому берем ледокарин или ледокарин. После этого проходим по животику. Наносим наш кофеинчик. Это опять самый дешевый. Не то, что у вас мезопрепараты вам будут опять по 5-7 тысяч предлагать. Пожалуйста, опять копеечные препараты. Наносите. Полежали. Впитался. Все. Жир опять расщепляется на животике. Кожа подтягивается идеально. Купить. Опять же. Это как вам получается про первого способ рассказывать. Это там обертывание. А тут у нас такой мезоварик. Мезоварик такой прямой. То есть безинъекционный метод. То есть кто боится уколы, но хочет как бы такой типа инъекционный метод. Можно взять валик. Можно даже полицин так отработать. И потом в кожу впитываться по ференде. Проблемные места. Животик, бедра. Все это можно отработать и все будет уходить. Расщепляться, выходить из организма. Здорово. А вот это тот, который, средство, как ты сказала. Самое последнее. Вот в этой фильме. Не обращайте внимания. Кормоксотерапия. Кормоксотерапия, да. А это как наносится? Это просто маска. Это просто маска. Да, это просто маска. Есть карбоксотерапия, если привыкаешь, что это уколы. А это карбоксотерапия фермы Аравии просто маска. Машка помочь. Просто маска, выключи там. Все. Это просто маска. Приятная масочка. Истрахает тапу. она работает как подтяжка да она как работает она выводит углекислый газ из ткани которого скопился вот-вот улучшает кровообращение улучшает проникновение кислорода в ткани повышается выработка эластина в ткани кожи со подтягивать так как приходит новый кровь приносит новые полезные вещества белочи активные для питания вашей кожи и получать и такую природную подтяжку не искусственную ничего не надо за уши зашивать еще надо здесь приклеивать приобретает такой эффект самолет лица получается очень хорошая вещь можете также это на животик особенно девочки которые утродили и смотрят такими такие мелкие морщинки 3 образуются как бы такие неровности поверхности рельефа кожи образуется пожалуйста можно носить на живот кожа разгладиться будет идеально ровный животик как зеркальце отлично ну сам лицепт применения на этом упаковке написано на сколько минуточки там это по 10 минут так что не буду в этом углубляться при приятная такая спа процедура приятность по процедур для лица слушать я тоже вот могу это использовать захотелось слушай ну вообще великолепные пять вот этих лайфхаков для того чтобы потянуть свою кожу стать более худыми эластичные делать дешево но долго для организма да чтобы использовать здоровый позицию все процедуры мы используем дома без врачей без специалистов сами для себя дешево и практично дюйти эффективно не сердика эффективно вот так что дорогие друзья ведь вы получили 55 вообще на таких суперских идей да для гореть побежали все быстренько их делать мы говорим огромное спасибо андрею стриньяву и соответственно не забудьте подписаться поставить нажать на колокольчик чтобы приходили к вам все новые и новые вот эти вот полезные рекомендации да а мы будем встречаться и еще в следующих наших телепередачах расскажет для телезрителей расскажем короче что нибудь еще интересное такое вкусное да новенькое полезное и эффективное чтобы применить здесь и сейчас прямо сразу подействовало до новых встреч дорогие друзья с вами был аликалав гудвин и адрес триньяв пока пока ставьте лайки